Добро пожаловать на Варп Маяк! Спасибо всем, кто поддержал производство этого выпуска, а также всем, кто смотрит видео в день релиза, ставит лайки и пишет комментарии. Поблагодарить за ролики, а также поддержать их производство, можно по ссылке на экране. Спасибо! В военный парад в Империуме. Молодцеваты, до блеска надраенные вояки, маршируют ровными рядами на глазах изумленной публики. Грозная техника извергает клубы едкого дыма. Небеса расчерчены сотнями инверсионных следов. Мощь и сила воплоти. Едва сдерживаемая ярость древнего зверя, что пробудился и готов сокрушить наглецов, потревоживших его сон. Зрелища, вдохновляющие миллионы. Какое же безумное пустозвонство. Ведь настоящие герои штукуют победу совсем не здесь. Их кости белеют под чужими небесами. Их останки терзают звери. Их имена затерялись среди выцветших страниц истории. Прохожий, не смотри на блеск офицерских медалей. Не слушай речей упитанных губернаторов и распутной богемы. Возьми все, что подобает путнику, и отправляйся на планету Армагеддон. Пусть о ее прошлом тебе поведает едкий ветер, токсичный песок, гулфабрик и лязг боевых машин. Пройдя через джунгли и пустыню, ты попадешь в то, что осталось от города Улья-Аид. И, если будет на то воля императора, ты познаешь, что такое истинное мужество, перед которым отступает даже ночь. О, Пилигрим, ты ищешь в Риме Рим, но Рима нет. Великий Рим — руина. Стал Авентин могилой Авентина и палатин над гробием своим из сказаний Старой Земли. Бывают в Вархаммере такие места, которым надлежит обрести величие или же проклятие. Тут уже все зависит от точки зрения. Поневоле задумываешься, размышлял ли повелитель человечества о том, какие силы он приводит в движение, посягая на владычество над космосом. Если да, то знали об этом лишь наиболее приближенные к нему особы. Для прочих картина была простой. Просветитель, вождь и абсолютный деспот человечества бросил вперед несметные легионы, дабы покорить миры своей воли. Однако на пути самодержца стал могучий вождь деленокожих Урлак Урк и его Орочья Империя. Властелину галактики мог быть только один. И покорные желаниям Создателя три полководца Примарха ринулись на врага. Сейчас уже не сыщешь таких битв. Теперешняя большая игра лишь тень уланорского крестового похода, который начал тиранский владыка. Против полчищ Урга выступили сто тысяч космических десантников, восемь миллионов имперских солдат, сотня титанов Легио Мортис и армадов шестьсот боевых кораблей. Именно при покорении уланора взошла звезда Хоруса Люперкаля, первого Примарха среди равных, воителя. Ему суждено было возглавить Великий Крестовый Поход, избавив Императора от тягот войны во имя более важных дел. Хорус — верный сын, обманутый ангел, падший еретик, брионетка темных богов хаоса. Впрочем, мы немного отвлеклись. Уланорскому параду в честь истребления величайшей орочи угрозы нет равных и по сей день. Культ Механикус модифицировал саму планету, изменил ее облик, чтобы обеспечить проведение этого грандиозного шоу. Но Пилигрим, любой пир — всего лишь дым и зеркала. Вот и отзвучали трубы. Утих слитный топот миллионов солдатских ног. Война разгорелась с новой силой. Каждый образованный человек в Империуме знает, что произошло потом. Хорус, возлюбленный сын, восстал против своего отца и утащил половину братьев за собой в бездну Ереси, которая обрела его имя. Предатели также провели на Уланоре пародию на славное празднество, на котором император некогда честовал их заслуги. Мятеж воителя смогли подавить, но лишь приложив беспрецедентные усилия и понеся невероятные потери. И после этого надрыва Империум уже не был способен достичь былого могущества. Эпоха науки и знаний сменилась засильем религиозного фанатизма и медленной деградации. Шли годы. Наступило новое, 32-е тысячелетие, а с ним подняли голову и старые враги. Знаете, чем славится зеленокожий. Они всегда пробуют убить вас снова. Поручий вожак, известный под прозвищем зверь, разжег в Империуме пожар галактических масштабов. Орды варваров, скандирующих «Воооооооооооооооооооооооо захлестнули планеты людей, разграбили их и посягнули на саму Терру. Три кровопролитные битвы заула-нор понадобились человечеству, чтобы уничтожить сердце тьмы. На просторах боевой планеты орков сложил голову лорд-командующий Курланд, последний из первоначального ордена имперских кулаков. С его славными подвигами можно ознакомиться в выпуске Либрариума о войне зверя. Здесь мы ограничимся тем, что поведаем о дальнейшей судьбе Уланура. В своей порочной жадности генерал-фабрикатор Марса телепортировал его в иной сектор космоса, стремясь утаить для себя бесчисленные образцы ксенотехнологий. Но не думаешь же ты, странник, что место, где полубоги вершили судьбу вселенной, может так просто затеряться во тьме. Да, история древнего Уланура закончилась, но началась другая. Сказание о мире под названием Армагеддон. Пришло время оставить дела давно минувших дней и перенести наш взор на не столь далекое прошлое. Пусть это будет черный лес огромный, безлиственный, подобный сухостою, где я печальный мрачный дом построю, как жизнь печальный, как страдание темное. Из сказаний старой земли. Если тебе, путник, повезло родиться в мире с приятным климатом и богатой природой, то планета, куда ты прибыл, тебя неприятно поразит. Современный Армагеддон столь же угрюмое, сколь и обычное для Империума место. Как и любая богатая ресурсами колония людей, Армагеддон со временем превратился в ядовитую пустошь, заполненную отходами добычи полезных ископаемых. Его химические пески и едкие ветра — это бурлящий котел эволюции, где выживают лишь организмы, приспособленные к наиболее агрессивным средам обитания. Посреди пустыни возвышаются города Ульи, где миллиарды жителей влачат жалкое существование в тесноте, вони и ужасной бедности. Сотни мануфакторумов извергают удушливую гарь, которой задыхается вся планета. Мутанты и прочие уроды таятся во мраке древних катакомб, подстерегая неосторожных глупцов. Но все же главная опасность Армагеддона расположена вне его пределов. Этот мир всегда был лакомым кусочком для любого захватчика. Он обеспечивает солидную долю промышленного производства в регионе и находится на пересечении нескольких варп-маршрутов, всего в 10 тысячах световых лет Атеры. Неудивительно, что враждебные людям силы стремятся отобрать у человечества именно эту планету. За несколько тысяч лет Армагеддон пережил три могучие осады. А первой, хоть ее перипетии давно канули в лету, до сих пор говорят лишь шепотом. Священная Инквизиция и его императорского величества засекретила все подробности той военной кампании. Лишь допущенные к ее тайнам знают, что в те дни Армагеддон перенес настоящее демоническое вторжение. Планета выстояла только благодаря самоотверженности миллионов слуг Золотого Трона, многих из которых впоследствии пришлось казнить или избавить от воспоминаний. Подробнее об этой войне вы можете узнать из нашего выпуска Либрариума. Ссылка на экране. Третья война была достойна сражений, гремевших во времена Великого Крестового Похода, но время поведать о ней еще не пришло. Сегодня, отважный искатель истины, ты услышишь историю о том, как впервые за тысячи лет зеленокожие вернулись домой на давно потерянный для них Улан-Нор. Казалось, эра, когда орочи-вожди, равные помощи Примархам, сотрясали галактику, давно миновала. Имена вроде Урлака Урга, Зверя и прочих монстров древности ушли из памяти людской. Ни один клыкастый варвар не смел более посягать на власть человека над бесконечным морем звезд. Но скажи-ка, странник, что мы оба уже знаем о зеленокожих? Верно. Они всегда возвращаются и пробуют убить тебя снова. Они атакуют зеленой волной, морем огня и стали, не считаясь с потерями и голосом разума. Они сильные, но хитрые. А еще орки во сто крат опаснее, если над ними стоит умный вожак. Таким и оказался Гаскул Макруктрака, варбос всех варбосов, самозваный голос Горка и Морка, бич народов галактики и просто наиболее опасный зеленокожий со времен зверя. Историю его становления можно узнать, посмотрев выпуск Либрариума про орков. А сейчас мы наконец переместимся к конечной цели нашего паломничества. Итак, время 941 год, М41. Место — звездная система Армагеддон сегментом Solar. Верховному главнокомандующему аристократу по имени Герман фон Штрап подают рапорт. Станции раннего космического оповещения засекли неизвестный объект. Беда заключалась в том, что фон Штрап, по меткому выражению современника, был самой бесполезной тратой мяса и костей за последние пятьсот лет. Он стал лавиной, сошедшей на нас неизвестно откуда. Он стал молнией среди ясного неба. О Гаскуле Траке приписывается комиссару Себастину Ярику. Бдительные стражи Армагеддона не смогли бы ошибиться еще сильнее. Небесное тело под кодовым названием Alvius Alpha Alpha Sectus на поверку оказалось уже не куском межзвездной рухляди, а троянским конем до отказа набитым кровожадными захватчиками. Прежде чем имперцы смогли хотя бы задуматься о достойном отпоре, Ваак Траке высадился на все планеты в системе и оставил от местного космофлота лишь пылающие остовы да космический мусор. Лапа варбосов всех варбосов уже начала сжиматься на горле Армагеддона, когда внезапно инициативу в свои руки взял некто Себастин Ярик, комиссар официо префектус, приписанный к астро-милитару. Осознав всю чудовищность сложившейся ситуации, Ярик к тому моменту уже прославленный ветеран, ждущий почетной отставки, обратился ко всем подданным императора, что могли быть поблизости. Ворки уже начали высадку, вещал комиссар. Их сотни тысяч, возможно миллионы. Их главная цель — континент Армагеддон Прайм. Все, кто нас слышит, отзовитесь, пока еще не поздно. Тем временем фон Штрап, уверенный в своем абсолютном превосходстве над кучкой дикарей, отправил им навстречу ограниченный контингент сил планетарной обороны. Стоит ли говорить, что Ваак зеленокожих разорвал бедняк в клочья, даже не заметив их жалких потуг. Армагеддон Прайм пал под натиском Гаскула. Затем орды варваров ринулись к Армагеддону Секундус через джунгли, что разделяли два континента. Тупоумный царь-дворец совершил поступок, за который император наверняка придумал для его души особую пытку. Проявив поистине преступную беспечность, Штрап послал в бой отважного человека. Принцепса Титана стальной молот Курта Манхайма. Ведь Титаны сильны и в одиночку справятся с жалкими дикарями. Вместе с командиром в безнадежную битву отправилось его войско, Легио Металлика и отряды Скитария в поддержке. Им навстречу вышли 6 миллионов орков и множество боевых конструктов класса Титан, известные среди орков как Стомпы. Беспощадная машинная логика слуг Амниси ясно давала им понять, что шансы уцелеть стремятся к нулю. Но это не меняло ничего. Враг должен быть уничтожен. В тот день Легио Металлика, чьи истоки теряются в доимперских временах, принял свои смертные муки. Принцепс Манхайм, верный долго до конца, разнес в клочья вражеского гарганта и затем направил своего Титана в самую гущу тварей. Не дрогнувши рукой, он отдал команду на самоуничтожение. Реакторы божественной махины взорвались, подобно сверхновой звезде. Пламя отомщения в секунды поглотило мириады ксеносов, не оставив от них и следа. Последний дар принцепса испепелил еще двух гаргантов и выжиг весь авангард Орочего наступления. Слышишь, путник, это херувимые клирики поют хвалу Курту Манхайму, достойнейшему из достойных, верному подданному императора и бога машины. Зеленокожие, казалось, не заметив этих потерь, отправились дальше и сходу взяли Ули Инфернус. Местный губернатор решил не оказывать сопротивления и сдал им город. Сотни тысяч беженцев отправились прочь, став легкой добычей для пустынных бурь и лихачей из культа скорости. Еще миллионы погибли от истощения, оставшись в городе и угодив в рабство коркам. Их общественное мнение осудило слабость духа губернатора, хотя нашлись и люди, готовые оправдать его поступок перед лицом истории, потому что в ином случае Инфернус был бы полностью уничтожен. Однако, то был последний пример малодушия, проявленный жителями Армагеддона в этой войне. Остальные города ощетинились тяжелыми орудиями, собрали все силы в кулак и приготовились стоять до конца. Архивы донесли до нас изумительные образцы, официально тиражируемые пропаганды. Едва взглянув на нее, можно понять, что оборона Армагеддона в те дни всецело зависела от инициативы на местах, потому что верховная власть, кажется, окончательно спятила. Вот вам типичный пример агитационной листовки тех времен. Помимо громогласных заверений в скорой победе человечества, там можно найти интересные тактические приемы борьбы с орками. Утверждается, что оружие орков настолько примитивно, что от него в состоянии защитить даже вещи домашнего обихода. Деревянные двери, матрасы и кресла. Сами же орки настолько подслеповаты, что достаточно стоять неподвижно и тупая тварь, скорее всего, просто пройдет мимо. Если зверюга вас все же заметила, надо помахать перед ее мордой руками, дескать, это достаточно, дабы сбить глупого ксеноса с толку и убежать. Четвертый прием борьбы несколько ближе к истине, но все же так же бесконечно далек от здравого смысла. Он гласит, будто бы орочья броня настолько шумная, что, возможно, сколько угодно водители на кожах за нос, скрываясь задолго до их появления. Как быть, когда поблизости бродят несколько миллионов кровожадных чудовищ, листовка предусмотрительно не объясняет. Впрочем, не все, что предпринимали власть имущие, отдавало старческим маразмам. Наголовы отважным защитникам городов Ульев регулярно сбрасывали и полезные вещи, в частности, горы пищевых пайков, комплектов выживания и буклетов под заголовком «Можно ли это есть?». Из них мы узнаем, что в рацион жителей Армагеддона во время первого вторжения орков входили умеренно ядовитые растения и крысы-мутанты. Самым вкусным в книжке признали гидрата. Это, о любопытный пилигрим, такая двухголовая крыса весом около ста килограмм. Гидраты тоже считали людей деликатесом, поэтому люди-хищники часто играли в увлекательную игру «Кто кого сожрет». Буклет о вкусной и здоровой пище оказался настолько востребован, что выдержал несколько переизданий, в каждом из которых не забывали исправить допущенные ранее ошибки. В империуме рецепты, как и уставы, часто написаны кровью. А тем временем Герман фон Штрап перешел все границы преступной халатности и ударил по вакху Гаскала Траки абсолютным оружием. Он спустил с поводка боевые вирусы. Древние ракеты взмыли в небеса и обрушились на многострадальную землю Армагеддона. Но поскольку они все были весьма почтенного возраста, точность их наведения оставляла желать лучшего. Снаряды апокалипсиса разорвались не только посреди бескрайнего океана зеленокожих, но и в других местах. К примеру, возле позиций астромилитарум и сил планетарной обороны. Или в лагерях беженцев. Мы никогда не узнаем, сколько именно человеческих жизней угробил мерзавец фон Штрап в тот черный день. И один список не способен вместить миллионы раздутых, гниющих трупов. Мужчин, женщин, детей и стариков. Может и хорошо, что не способен. Пусть мертвецы сами хоронят своих мертвецов. А среди живых нашелся тот единственный солдат, за которым пошли все остальные. Комиссар Себастьян Ярик, известный в народе под прозвищем Старик. Призыв о помощи, которую он с помощью астропатов отправил по всей галактике, вызвал недовольствие Германа фон Штраба. Узрев всю бездну глупости, ереси и пораженчества, что свило себе гнездо в ставке верховного главнокомандующего, старик Ярик ушел в город Улей-Аид и приготовился сокрушить врага любой ценой. Его вдохновляющие речи, которые постоянно транслировали по воксетям, разжигали в сердцах народа огонь праведной ненависти. Но сначала был судный день Хелзрича. Все югишки слабые отребьи и заслуживают того, чтобы их растоптали. Но только неодноглазый Ярик. Он знает, как драться. Гаскума Куруктрака Каждый житель города Улья-Хелзрич приготовился продать свою жизнь подороже. Всех, кто был не в состоянии обращаться с оружием, то есть детей до семи лет и стариков, проживших больше девяносто, погрузили на корабли. И поскольку места даже на огромных морских транспортах все равно не хватало, городские власти провели среди населения лотерею. Нонкомбатанты, вытянувшие счастливый билет, отправились в океан бурь, а все остальные были распределены по отрядам городской обороны. Все. Гавань, порт, улицы буквально нашпиговали взрывчаткой, чтобы достойно встретить дорогих зеленокожих гостей. Пламенный призыв Ярика привел под имперскую руку даже свирепые банды гангстеров. В одном только Хелзриче записалось добровольцами более 700 криминальных группировок, а это свыше 18 тысяч человек, вооруженных до зубов и не понаслышке знающих, как с этим оружием обращаться. Еще вчера они резали друг друга в борьбе за территорию и сферы влияния, а сегодня встали против общего врага, осознав себя подданными императора и, более того, людьми. Волна за волной орки накатывали на редеющие порядки защитников города. Обороны Хелзрича изобилуют случаями выдающейся храбрости. Те, кому уже нечего было терять, взрывались в гуще врагов, забирая с собой как можно больше тварей Гаскула. По городу молнии расходились слухи о том, что крановщики в порту заваривают изнутри двери кабин и, раскачав стрелы своих погрузочных кранов посильней, обрушивают их многотонный вес на орочих гаргантов, разбивая чужеродные махины в дребезги. В ход шли любые средства, от тяжелого оружия до груд камней и мусора, которые словно лавины обрушивались на захватчиков с великого множества крыш. Люди отдали для победы все, что у них было. Их стараниями Ули продержался целых девять дней. Хелзрич Пал. Пришла очередь решить судьбу Аида, города, который приютил хребет обороны Армагеддона вместе с комиссаром Яриком. Гаскул Трако понимал, что не победит, пока не сломает волю людей к сопротивлению, пока не уничтожит назойливого старика раз и навсегда. Но варбос всех варбосов еще не до конца осознал, какого страшного противника он на самом деле себе нажил. Настало время, о достойный пилигрим, поведать тебе о Себастине Ярике. Немного известно о жизни славного комиссара до вторжения Гаскула, после которого имя старика стало звучать по всему империуму. Ярик служил золотому трону, во время множества кампаний честно исполнял свои обязанности перед владыкой человечества. Его верность и упорство были широко известны среди солдат сил планетарной обороны Армагеддона, которых Ярик вдохновлял на военные подвиги. Когда разразилась война, опытный комиссар понял, что на сей раз дикарские повадки врага довольно обманчивы. За ними скрывался холодный и расчетливый ум, способный на истинное озарение. Перед людьми объявился по-настоящему опасный враг. Но предупреждения комиссара не были приняты во внимание. Напыщенный индюк фон Штрап напрасно угробил сотню тысяч солдат, фактически отправив их на растерзание оркам. После того, как верховный главнокомандующий услышал об астропатических сообщениях Ярика, он пришел в бешенство. Каписар удалился в отдаленный город Ули-Аид. Он, по сути, стал символом обороны планеты и ее стержнем и полководцем. Каждую секунду затишья он использовал на укрепление городских бастионов. Однако хитрец Гаскул не давал ему много времени на подготовку. Сходу взяв Инфернус и покорив Хеллзрич, орда звероподобных варваров обложила город Аид. Но его защитники вплотную приблизились к пределу человеческих возможностей. Они дрались за каждый метр земли, словно одержимые. За недели осады великан Ксенос перепробовал все тактики, которые могли родиться в его уродливом черепе. Артналеты, молниеносные нападения, ложные удары и живая волна зеленого мяса. Все было бесполезно. И Ярик разгадывал каждую его задумку и реагировал соответствующе. Наконец Гаскул решил собрать своих командосов и послал их в городские катакомбы. Комиссар парировал диверсию, создав отряды из бывших работников обслуживания технических тоннелей, которые знали сеть коммуникаций Улья, как свои пять пальцев. Там, в затхлой тьме трубопроводов и вентиляционных шахт, напичканные боевыми наркотиками люди, схлестнулись сорочами лазутчиками. Ни один команда страки больше не увидел солнечного света. В конце концов, по душу Ярика отправился в арбос Углхард из клана Змениных Укусов. Перед лицом рычащей бронированной громадины Ярик не струсил. И силовую клешню орка уверенно встретил его цепной меч. Непримиримые враги обменивались ударами чудовищной мощи. Но вот железная лапа сгребла человеческую руку и вырвала ее из сустава. Брызнула алая кровь. Комиссар покачнулся. Углхард издал торжествующий рев. Миг триумфа вожака стал последним в его жизни. С быстротой атакующей коброй Ярик взмахнул клинком, и визжащие адамантиевые зубья начисто снесли орочью голову с плеч. Тело зверя, словно бы не в силах осознать собственную гибель, замерло, а затем рухнуло на землю. В тот момент все, кто был вокруг, и люди, и орки остановились, не отрывая взгляда от невероятного зрелища. Ярик подошел к трупу варбоса, спокойно нагнулся и отрубил его силовую клешню, а затем поднял ее высоко над головой. Секунду спустя люди с победным кличем на устах набросились на зеленокожих и обратили их в бегство. Лишь тогда главный защитник Армагеддона позволил себе потерять сознание. «Из Аида мы не отступим. Будем драться до конца», — приписывается комиссару Себастьяну Ярику. Хирургионы и техножрецы выходили героя Империума. На место утраченной руки они вживили силовую клешню угол Харда, а поврежденный глаз заменили бионическим имплантом, да не простым, а сюрпризом. По желанию владельца он может излучать лазерный луч мощностью примерно как импульс лаз-пистолета. Для ничего не подозревающего противника подобная неожиданность вполне может стать смертельной. Бой за боем, слово за слово, и вот уже жуткие истории про «Юдишку с железной рукой и плохим глажем» вовсю начали циркулировать по суеверному орочему вагху. Ярик, не будь глупцом, развивал и наращивал свою ужасную репутацию среди поголовья зеленокожих ксеносов. Однажды, много лет спустя, эта дурная слава спасла комиссару жизнь. Но время для рассказа о том, как Себастьян Ярик угодил в плен и ушел невредимым, еще не настало. Хочешь ли ты услышать его, странник из далеких краев? Ты знаешь, что делать. Но сейчас мы должны ненадолго оставить комиссара в покое и отправиться на юг. Пока Гаскултрака осаждал Аид, часть его армии атаковала Ахирон и Тартерус, города Ульи на юге Армагеддона Секундус. И вот жители Ахирона узрели свою погибель. Под стенами их города разлилось зеленое море плоти. Тысячи боевых машин начали обстрел Улья. От неимоверного количества даки толстая броня Ахирона лопалась, покореженные фрагменты пластали, адамантия падали, давя тех, которым не повезло оказаться на их пути. Надежды больше не было. Некоторые отчаянные храбрецы пытались отстреливаться, но это был последний жест отчаяния перед лицом полного истребления. Орки ворвались на территорию города и ринулись к его центру. Но император сочувствует верным. Небеса расчертило множество дымных следов, и вниз понеслись дропподы космического десанта. Они с неимоверной силой врезались в боевые порядки зеленокожих, затем раскрывались, подобно металлическим цветам, и тут же вспыхивали потоками болтерного огня. Из десантных капсул ловко выбегали адептус Астартес и вступали в бой, за секунду уничтожив сотни и тысячи ксеносов. Все новые и новые космодесантники шагали по обезображенным трупам орков, метко стреляя на ходу. На Армагеддон явилось долгожданное подкрепление. Боевые братья из Кровавых Ангелов — Саламандр и Ультрамаринов. А вел это славное воинство Данте, магистр Кровавых Ангелов и один из старейших десантников галактики. Первый же приказ магистра Данте после прибытия на Армагеддон достоин отдельной похвалы. Он взял бразды правления в свои руки и арестовал Германа фон Штраба за проявленную некомпетентность, халатность и убийство подданных императора. К сожалению, подлый трус сбежал из-под стражи и скрылся в неизвестном направлении. Данте же не мешкал. Очистив Ахерон от прихвостней траки, он начал решительное контрнаступление по всем фронтам. Мануфактором и отвоеванных городов загромыхали, производя сотни тысяч тонн боевой техники, оружие и боеприпасов для нужд Великой Победы. Астартес и их союзники поспешили на выручку Себастьяну Ярику. Увы и ах, они не успели. Комиссар понял, что отразить натиск варбоса всех варбосов не получится. Он организовал массовую эвакуацию, и пилоты-транспортников, ежеминутно рискуя быть сбитыми, проложили для остатков населения Аида настоящую дорогу жизни. Ярик прикрывал отступление из города до последнего, и в конце концов сошелся в личном поединке с самим верховным предводителем ВАГ, Каскулом Макруктракой. Сколько бы ни был Себастьян могуч и опытен, он все равно не ровне одному из лучших представителей орочего вида. Когда космические десантники на всех парах ворвались в разрушенный улей, им едва хватило времени, чтобы спасти искалеченного старика от гибели. Трака не убил своего главного оппонента, и специально оставил его лежать покалеченным на руинах. Ему понравилась та драчка, которую Ярик ему устроил, и он хотел продолжения. Зная, Пилигрим, что Дант и его ближайший сподвижник Тушан из Ордена Саламандр были поражены тем, сколько многого достиг обычный человек, да еще и в столь почтенном возрасте. И по сей день они не испытывают к Себастьяну Ярику ничего, кроме глубокого и взаимного уважения. Когда настало время драться за Армагеддон в следующий раз, Тушан, будучи уже многоопытным магистром Ордена Саламандр, одним из первых откликнулся на призыв героя Империума. Мы же вам говорили, что орки не сдаются. Выпустив из лап Аид и Ахерон, Гаскул сосредоточил усилия на единственной, пока еще доступной для него цели — Ульи Тарторус. Словно цунами, поток зеленокожих ударился об Имперскую крепость. Тарторус был не просто точкой на карте. Его потеря могла изменить ход всей войны, а потеря его была неизбежна. Даже потрепанные в боях орды Траки представляли собой многомиллионное скопище агрессивной плоти и разящей стали, ведомое могучей волей вождя. Чтобы успеть к обороне Тарторуса, Данте предпринял невиданный доселе тактический маневр. Все кровавые ангелы спешно отступили обратно на корабли и оттуда десантировались прямо на головы наступающим оркам. Данте лично повел своих генетических братьев на почти безнадежный бой. Окруженные со всех сторон, многократно превосходящими силами противника, сыны Сангвиния доказали всем и каждому, что поистине достойны носить на броне орла. Они выстояли и потеснили врагов. Да так, что пошли слухи, и, дескать, варбос Трака в тот день был убил. К сожалению, вскоре эти слухи оказались досужими сплетнями. Инопланетное чудовище выжило и продолжило отравлять галактику своим присутствием. Лишенный командования, Вак был повержен. Он распался на отдельные банды, некоторые из которых скрылись в джунглях, другие просочились в химические пустоши, а третьи засели в руинах городов и поселений, а еще множество бесследно сгинуло. Одно известно точно. Пока Армагеддон существует, на нем всегда будут орки, потому что выжечь эту вездесущую заразу, наверное, возможно лишь огнем экстерминатуса. В отношении Армагеддона, крупнейшего транспортного и промышленного узла в округе, на это не пойдет никто. А потому имперские головорезы, специально обученные выслеживать и уничтожать зеленокожих, год за годом будут прочесывать леса, пустыни и прочие укромные уголки этого древнего мира в поисках своей зеленой добычи. Работы у них много, и это опасный и смертельный труд. Имперские гвардейцы, вы — последняя линия обороны против Ксено-Орд, что угрожают нашему Империуму. Каждый из вас — храбрых воинов — это часть громадной армии, которую призвали на вечную войну. И вы будете драться на бесчисленных полях сражений, на тысячах разных миров по всей галактике. Сражаетесь ли вы в крестовом походе, либо служите в наименьшем из гарнизонов. С гордостью жертвуйте свою жизнь, дабы спасти человечество от его врагов. Из речей комиссара Ярика Вдохновляющая проповедь, не так ли, почтенный паломник? Ну вот, что я скажу тебе напоследок. Если хочешь познать величие жертвы, принесенной теми, кто погиб для того, чтобы Армагеддон продолжил жить, отправляйся в заброшенный руин Аида. Этот город, скорее всего, так и не будет построен заново. Он мемориал. Рубец. Стигма на теле Империума. Он страж памяти, что хранит нечто очень важное. Правду. Посреди разрушенного улья возвышаются гигантские врата. Там ты встретишь людей, которые покрывают их именами жителей, погибших во время Второй войны за Армагеддон. Их работа тяжела и бесконечна. Даже глупейшему из Огренов понятно, что для ее завершения понадобится не одна тысяча лет. Они последние потомки мастеров-зодчих, которые некогда возвели врата Аида. Их отцы и деды прибыли на Армагеддон со всей галактики, едва узнав, что дом их предков пал. Поколение за поколением трудятся эти отверженные и проклятые души, выцарапывая на мертвой стене имена мертвецов. Ты спросишь меня, какой же грех отвечает столь тяжелому покаянию? Я утолю твое любопытство. Когда Гаскул Макруктрака пожелал захватить Аид, путь ему преградили городские врата. Ничто не могло повредить их толстую шкуру, ни огонь пулял, ни лучи смерти, ни даже шквал ракеты и потоки плазмы. И титанические снаряды гаргантов тоже были бесполезны. Полгода неуязвимая стена сдерживала армию, которой хватило бы для покорения иной звездной системы. Долгих шесть месяцев стояла она, и лишь затем пала под натиском зеленокожих. Шесть месяцев. Шесть. А те зодчие, что их построили, клятвенно обещали, что врата продержатся все девять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин